Потому что мы начали под этим составом, этой командой, четвертый сезон. И большое вам спасибо, что вы сегодня вместе с нами. И после вашего извинения, чтобы вам пришла смс, что у нас начнется 18.30, да? То есть у нас 18. Поэтому если кто-то не получил смс, то вы извините, потому что после обеда произошел сбой по интернету и не смогли отправить. Я с большим желанием предоставляю вам нашего самого лучшего вектора Омского медического центра. И под ваш аплодисменты это Александр Евгеньевич Потиевский. И я хочу сказать, что вы одну из своих лучших тем, в качестве ее последователя. Спасибо. Добрый вечер, Александр. Большое спасибо. Очень рада всех, на самом деле, видеть здесь сегодня, начало нового сезона в нашей векции. Итак, у нас сегодня действительно заявлено гордость и ее последствие. Вот это то, о чем мы будем говорить. Но также поступило предложение или просьба вначале немножко рассказать о медической философии вообще. Я думаю, это будет полезно и для тех, кто уже у нас в прошлом году, пойти в рабочий режим, и для тех, кто первый раз, для того, чтобы он немножко этот курс делал. Да, о чем мы вообще говорим. Итак, наш центр называется Центр Ведической Культуры. То есть, два слова. Ведическое и культура. И оба эти слова имеют определенное значение. Что такое культура? Что такое культура? Я прошу прощения, я забыл предупредить. По ходу лекции я буду обращаться к вам с вопросом. Так что не удивляйтесь. И заранее предупреждаю, что пока не услышу ответ на вопрос, мы дальше не пойдем. Не расслабляйтесь, пожалуйста. Итак, что такое культура? Правила поведения. Правила поведения, безусловно. Что еще? Ну вы же культурные люди, надеюсь. Да. Ну, конечно, культурные люди. Вот мы тогда, это мы какие? Что у нас есть? Что культурного человека отличает от бескультурного? Наверное, соблюдают правила. Была когда-то давно, знаете, такая передача, еще на заре перестройки, когда только появились авторские программы после времен застоя в Советском Союзе. Вот, и там, значит, вот, и там задавался вопрос. Да, просто у людей на улице спрашивают, да, что такое, вообще, как узнать интеллигентного человека. Как узнать, что такое интеллигентный человек? Очень интересная вещь. Большинство, большинство обращиваемых людей, они отвечают, что интеллигентный человек, это тот, кто вводит, ну, скажем, у которого есть галстук, да, а может быть с тросточкой, шляпу, да, то есть чисто внешние вещи. То есть получается, что культура, она у человека отличает, вот, бескультурно, а просто следовательно какому-то внешнему этикету. Так. Традиции, традиции еще какие-то, может быть. Традиции, ага. А в чем смысл, в чем цель традиции? Зачем они вообще нужны? Отделиться. Чего-чего-чего? Верание какой-то, в гости не ждут. Нет, то есть грань есть, осталось только определить между чем, да, что с обеих сторон находиться? Ну, на традициях воспитывается подрастающим поколением. Хорошо. Вот, воспитание подрастающего поколения. Что вы хотите передать подрастающему поколению? Ну, лучшие, какие-то нормы, да? Ну, опять внешние вещи? Нет, зачем они внешние? А что нормы, нормы? Вообще права, другая идея. Истины, наверное, какие-то. О, уже ближе, истины, да? Что еще? Какими вы хотите видеть в ваших детей, в растающих поколениях? Что у них должно быть? Совершенно верно. То есть нечто внутреннее, да? Внешние вещи могут очень сильно различаться. Если мы говорим о культурном человеке, мы в первую очередь, безусловно, говорим о его качестве. А еще, точнее, о тех ценностях, которые у него есть, и которыми он руководствуется в своей жизни. Очень многие люди знают о том, что ценности существуют. Ну, что вообще неплохо будет, да? Хорошо быть добрым, порядочным, щедрым, внимательным, заботливым. Каким-то вообще. В общем, хорошим, да? Но зачастую... Зачастую это остается просто таким пожеланием. Ну, хорошо бы быть. Но, в принципе, если нет, то тоже ничего страшного, да? А вот культурный человек, это не просто... Это человек, который не просто знает о том, что они есть. Это тот, кто действительно руководствуется ими своей жизнью. Причем даже в том случае, когда это бывает трудно. Когда это влечет за собой определенная сложность. Например, это за стеной усилитель работы. К сожалению, придется с этим смириться, ничего не надо делать. Вот. Итак, например, у вас никогда не возникал вот этот выбор. Ну, допустим, ну, что-то идет не так, да? На работе кто-то ведет себя неправильно. Можно промолчать, да, и смириться с тем, что все идет. Можно сказать правду. Но при этом не исключено, что обострятся отношения. Некоторые конфликты могут произойти. Бывают такие вещи в жизни? Бывают, безусловно, да? Как ведет себя культурный человек? То есть культурный человек, это тот, который выбирает вариант, который для него проще, да, приспособление. Нет. Который умеет... А в чем разница? Ага. 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 Вот. Смотрите, еще одна очень важная вещь. Мало знать, как вести себя. Мало знать, что является правил. Еще нужно суметь это сделать правильным образом. Да? И кроме этого, еще нужно суметь это сделать в правильное время. То есть вот эти три момента. Человек знает, что надо делать, когда надо делать и как надо делать. Что, где, когда. Да? Вот это самый вариант. Это все относится к культуре. И ведическая культура естественным образом описывает вот все эти вещи, то есть что, когда и где, как это описано в ведах. То есть какое описание вот этих трех саткомпонентов дают в ведах. И об этом мы и будем говорить. И в начале первая часть сегодняшней встречи, она будет посвящена общим вопросом. То есть мы поговорим о том, как представляет себе мир, свое место в нем, вот эти самые ценности, человек, воспитанный в ведической культуре. Какими принципами он руководствует за общество. И мы воспользуемся с тобой универсальной схемой, она очень известная, она во всех медических произведениях в той или иной степени фигурирует. Она говорит, что каждый человек для того, чтобы он в любой ситуации, абсолютно в любой, так какими бы странными они не оказывались, мог сделать правильный труд. Для того, чтобы он всегда знал, как вести себя правильно, что от него требует ситуация, и как нужно этот долг, этот вызов принять, должен разбираться вот в следующих вещах. Первое. Он должен четко понимать, иметь четкий ответ на вопрос, кто он такой. То есть первый компонент ведической философии, это понимание того, кто такой человек. То есть кто такой я. Попробуйте, пожалуйста, задать себе этот вопрос. Кто я? Вот вам задают этот вопрос. Кто вы? Человек. Понятно, как себя вести во всех ситуациях? Не совсем. Да, совершенно верно. Значит, ответ не полный, еще точнее. Людей много, все разные. У каждого своя точка зрения на то, как себя вести. Нужен такой ответ, который был бы универсальным, который бы давал понимание, как вести себя в любой ситуации. Кто я? Душа. Бог. Душа. Бог? Классно, до того мы еще дойдем. Хорошо. Веды говорят, человек в первую очередь это душа. То есть нас интересует тот ответ, который не меняется ни при каких обстоятельствах. который всегда будет верным. Итак, если я отвечаю на вопрос, что я это душа. То есть человек это душа. Как я себя должен вести во всех ситуациях? Именно так, как подопает душе. Скажите, бывают ли ситуации, в которых я перестаю быть душой? Например, вести себя как душа. Стоп, стоп, стоп. Смотрите, тут есть один нюанс. Речь не идет о том, чтобы вот я себя иногда ощущаю душой, иногда не ощущаю душой. Речь не идет об этом. Я, я, кто я? Вот в любой ситуации и всегда, кто я такой? Душа. Если я пойму, что это значит быть душой, в любой ситуации, в которую бы у меня ни поставила жизнь, я всегда буду точно знать, как мне положено действовать. То есть нас интересуют, как говорят в холстах, предельные ответы, да, и предельные вопросы, которые не меняются ни при каких обстоятельствах. Слушать свое сердце. Слушать свое сердце. Мы об этом сегодня будем говорить. Слушать свое сердце, это правильно, да? Но это очень высокая квалификация, да? Потому что голос из сердца, в общем, знаете, там на одной волне могут несколько радиостанций пищать. Там действительно можно услышать голос души, это факт. А еще какой голос там можно услышать? Разума. Да, иногда голос разума, а еще? Голос ума. Голос ума. Знаете, вот там вот иногда, вот утром так, вот думаешь, пора вставать. И там сразу вот так, да-да-да, надо вставать. Это правильно, это полезно. Утренние подъемы, это классно для здоровья. Еще один голос говорит, да, никуда не денешься, вот этот долг, да, вот, придется вставить. А еще вот, да ладно, да чего вы, ребята, да поспим-то, нормально, да, конечно. И они каждый по-своему правы, иначе, кого выбрать? Да, кого, кого послушать? Вон, где-то, да. А кто по-вот? А не все, да, это я, я, конечно, хочу, хозяин, это я, да. Я же тебе... Была такая смешная ситуация. Давно, еще давно был у меня один преподаватель. И это было, знаете, опять же, перестроечное времена, такие смутное. Приближался период президентских выборов. И он однажды всех учеников собрался, что, ребята, вот приближаются президентские выборы. Я вам хочу посоветовать, да, вот когда пойдете голосовать, у нас уже в Росстанке, все были с паспортами, то есть избиратель, голосуйте за, по-моему, за русского, что-то там такое было, за русского. И дальше он выдвигает аргумент, почему именно это мы должны сделать. Но я же вам плохого не посоветую. Понимаете? Вот ни один голос, который вот оттуда звучит, они ни один плохого не советуют. Они все очень по своему праву, все, каждый прав, как выбрать, нужно знать, как уж. Следующий компонент, на который человек обязательно... А представление о котором человек обязательно должен уметь. Это мир, в котором я живу. Мир. Какой он? Вот если я точно знаю, каков этот мир, да, я никогда не буду разочарован. Потому что я всегда очень точно буду знать, что мне ожидать от будущего. Как по-вашему, почему человек бывает разочарован в своих ожиданиях? Он ошибается в том, чего ожидать. Например, человек покупает крутой компьютер, навороченный будет, серьезный, продвинутый какой-то, да, приносит домой, приглушает. Ну, сейчас я его включу. И там что-то такое, лампочки забегают, там что-то экран засветится, что-то такое произойдет. Но когда он его включает, не работает. И дальше два возможных варианта поведения. И один человек начинает возмущаться. А, безобразие, что такое, как же так? Почему он возмущается? Ожидания не обрадались. А сегодня, по ходу сегодняшней лекции, мы будем обращаться к Бхагават-гиде. Это одно из ключевых канонических и геических произведений. И там говорится, вот, отличие мудреца от всех остальных. Как вы думаете, в чем? Мудрец очень точно знает, что, от кого и от чего можно ожидать. Мудрец – это тот, кто никогда не обманывается в своих ожиданиях. Это означает, что мудрец очень точно представляет себе, что такое окружающий мир. Какими же характеристиками? Мы до души чуть похоже найдем. Какими характеристиками обладает окружающий мир? Вреды говорят, всего две характеристики. Вот если их запомните, никогда не будете разочарованы. Хотите, чтобы в вашей жизни никогда не было разочарования? Чтобы вы всегда, ваши ожидания точно совпадали с действительностью? Точно? Нет, тут мне надо заранее точно убедиться, потому что... Точно, точно. Потом будут проблемы, да? Точно, да. Давай, конечно. Вот я вот это сам не имею. Вы уверены вообще, да, что хотите, я не знаю? Нет, не надо. Мы же заинфиговали им. Ну, вот работа такая еще уходить. Итак, мир, в котором мы живем, обладает двумя характеристиками. Две принципиально важные характеристики. Они проявляются всегда. Первое. Ну, на санскрите это звучит. Первое называется духа лая, а второе это шашлы там. Это и так просто. Значит, духа лая переводится временный. Временный. Все предметы, которые находятся в этом мире, обладают временной прибылью. Иными словами говоря, здесь обязательно все заканчивается. Нет здесь ничего вечного. В этом мире заканчивается все. Абсолютно все. Если вы ожидаете, что, допустим, человеку повезло, да, вот он заработал много денег, купил машину, квартиру, что он еще там купил, дачу, яхту. Женился обязательно, да, вот все-все-все-все-все-все у него нормально, думает, вот теперь-то сживем. Так ведь? Здесь заканчивается все, заканчивается счастье, но заканчивается и страдание. Есть такая, знаете, помните царя Соломона? Там у него было кольцо такое специальное. У него снаружи вот тут вот на кольце было написано, да? Не волнуйся, все проходит. И дальше говорит, а если это не помогает, то посмотри, что написано внутри. Там он смотрит внутри, написано, это тоже пройдет. Здесь проходит все, заканчивается все. Для чего это нужно знать? У каждого из нас есть желание, что что-то в нашей жизни должно быть вечно. Что-то не должно не заканчиваться никогда. Например, радость от приобретения новой вещи, радость от приобретения новой квартиры, постройки дома. Радость от окончания учебы, радость от новой работы, от карьеры, от чего-то еще. Хотите, чтобы эти вещи были вечными? Радость, чтобы это была вечной. Нет? А, хотим, конечно. Нормально же, правда? Так вот, в мире это невозможно. С самого начала мы должны это понять, чтобы потом не быть разочарованным, когда придет завершение. И второе, а шарш вот он, переводится буквально андухалет. Место страданий. Место страданий. Это говорит о том, что здесь всегда будут какие-то проблемы. Всегда. И с этим нужно сметиться. Есть такая известная шутка. Если вам кажется, что все идет хорошо, значит вы чего-то не заметили. Понимаете? Здесь всегда, хотя бы в мелочи, на что-то идет не так. Всегда могло бы быть хоть немножечко, но лучше. Человек, например, мечтает об отпуске. Вот я поеду на курорт, буду жить в пятизвездочном отеле, упаться в бассейне, пить сок, не вылезая из бассейна. Там, ездить, не знаю, на экскурсии, да, что-то еще. У него есть ожидания. И он приезжает на курорт, и действительно очень похоже на то, что он ожидает. Действительно отель, действительно сервис, действительно экскурсии. Но вот, допустим, вот соседи все-таки немножко подкачают. Соседи могли бы быть и поинтеллигентами, конечно. Или еще что-то, или с погодой не повезло, или еще что-нибудь. Обязательно что-то идет не так. И вот на этом моменте очень многие люди ломаются. Вот как раз вот этот момент, тот, который отличает обычных людей, большинство, скажем, от лидеров. Кто такой лидер? Вот примите на данной ситуации, данном контексте. Кто такой лидер? Как вы думаете? Совершенно верно. Лидер это тот, кто с самого начала готов решать проблему. Знаете, бывает, человек занимает положение начальника. То есть он начальник, табличка на двери, кресло, секретарь, телефонный, факс, все есть. Все атрибуты начальника есть. И он даже работает, и вроде бы все идет нормально. И вдруг какое-то ЧП, что-то не так. То, допустим, свет отключили, то на производстве что-то случилось, то смежники подвели, то еще что-нибудь. И вот как раз в этой кризисной ситуации проявляется. Действительно ли человек начальник? Действительно ли он лидер? Лидер и начальник это не всегда совпадают. Потому что обычный человек в такой ситуации, он начинает возмущаться. Ну что такое? Ну почему опять все не так? Ну все же было нормально. Это не обязательно, как на работе. Это то же самое может быть и дома. Вы представьте себе, вы пришли домой после рабочего дня, уставшие. Уже одно желание, просто посидеть спокойно, уже расслабиться. И вдруг соседи сверху шумят, затопливают. И что они там еще могут сделать? Доставляют какие-то беспокойства. Какая реакция сразу? Ну что за безобразие такое? Ну почему не дают отдохнуть-то в конце концов в салонный выходной? Да елки-палки. Вот так может реагировать только человек, который не понял, что он живет вот в таком вот мире. Потому что нормальный человек, воскультурный человек, особенно величество культуры, вы понимаете, это нормально. Это абсолютно нормально. По-другому просто и быть не может. Поймите правильно, это не повод для эссимизма. Мы пока обсуждаем только то, что связано с материальным миром. Вот это понимание, по идее, должно привести человека к очень важному выводу. Как вы думаете, к какому? Мир прекрасное место, он всегда во мне позаботится? Да. Его забота закончится, и обязательно что-то произойдет. А если я однажды успею, то есть вот совершенно, как вы говорите, я понимаю, что я живу в обществе, и это про естественные вещи, и вот это меня как-то другое дело. То есть я все равно должна понимать и мере, ияснить себе. Менять ситуацию, менять отношения к мере. Да, отношения к мере. Хорошо. Но видите ли, в чем дело? Как бы вы не меняли свое отношение к происходящему, мир все равно останется вот с этими двумя характеристиками. Он все равно останется вместо настореданий, и здесь все равно даже самые лучшие вещи. Они рано или поздно закончатся. Ну вот как раз, исходя из того, что мы принимаем вот эти два основных кулата, мы принимаем в это время, и что в любом случае, как мне не пойдет в это гармоник, у меня оно уже равно будет. Если я вот это осознала, через осознание, то я могу. Хорошо. Саня, доченька, спасибо. Ну вместе с этим, я так думаю, что должно прийти понимание, что есть что-то другое, вечное. Вот это более точно, в рамках ведической культуры, это ее особенность, она всегда дает выход. То есть, смотрите, чисто практический такой момент. Если человек называет себя работающим в рамках какой-то ведической науки или ведической культуры, ведическая ли это психология или астрология, или вастушастри, то есть, ну это ведический фэншуй, или что-то еще, медицина, неважно. Веды всегда говорят, если ты называешься человеком, человеком вообще, то после общения с тобой, другой человек должен получить обязательно облегчение. Ему обязательно должно стать лучше. Поймите, астролог, или врач, или еще кто-то, они не должны ухудшать самочувствие человека. После консультации со специалистом в ведической культуре, человек не должен чувствовать, что жизнь его стала еще более беспросветной. То есть, вот сейчас, например, я вашу жизнь делаю сложнее. Потому что, если у вас были какие-то надежды, что рано или поздно здесь все наладится. А даже если и наладится, то есть, видите, это ненадолго. Вот от этого вам стало лучше? А, много. Ага, вот так. Вряд ли. Поэтому это только чай с нами. Ну, я еще, чуть-чуть позже, мы перейдем к тому, что же есть лучшего. А как выбраться из этой ситуации. Я еще добавлю немножечко про вот эти два параметра. Взаимоотношения между человеком и миром. А скажите, пожалуйста, мир влияет на человека? Безусловно, да? Ну, иначе бы мы не беспокоимся из-за того, что зима приходит. Если у нас на зиму картошка, а заклинали ли у нас окна, да, а там, чего у нас, дров-то падает ли на зиму вообще или нет? А одежда теплая, стиль нет. А человек, в свою очередь, может повлиять на мир? Может. Может, безусловно. Но, сразу скажем, значительно меньше степени. Но, тем не менее, может, до какой-то степени. Как это называется? Вот этот вот взаимообмен. Есть специальное слово, вы его все знаете. Сто раз слышали. Его уже опошлили, необычайно, на самом деле. На букву К. Карма. Да, совершенно верно. Это называется карма. Что посеешь, то и пошнешь. Как ты к миру, так и мир к тебе. Это вот то, о чем вы говорите как раз. Мы можем изменять свое отношение к миру. Мы можем принимать его. Но при этом, обратите внимание, мир не перестает обладать вот этими двумя характеристиками. То есть, как бы, как бы мы не меняли к нему отношение. Как бы позитивно мы не настраивались. Мир все равно остается временным. И все равно имеет природу места страданий. Все равно. Какие же страдания здесь бывают? Обе так говорится. Три варианта проблем. Все проблемы, которые бывают у человека, относятся так или иначе к одному из этих трех вариантов. Почему мы об этом говорим? Потому что все это, да, это темы для, ну, по сути дела, лекции. Это то, о чем мы говорим. Это все, о чем человек должен знать, как, что с этим делать, как это решать, как из этого выбираться. И первая проблема, которая может быть, это проблема от, ну, от стихии, как это называется. То есть, от внешних условий, наверное, пишу стихии. Например, слишком жарко, это проблема, безусловно, тяжело. А слишком холодно, того же тяжело. Слишком сухой воздух, а слишком влажный. Да. А землетрясение не доводилось никому попадать? Попадали. Поймете меня. Крайне неприятное ощущение. Когда ты стоишь, ничего не чувствуешь. Я несколько лет прожил в Ташкитхе, мне довелось как-то наблюдать такую ситуацию. Не самое сильное землетрясение. Мы стояли на остановке, и неподалеку от остановки стояли две девятиэтажки. Обычные стандарты девятиэтажки. Между ними был узенький проход. Знаете, чтобы люди могли там раскреснуть между ними? Так вот, было очень интересно смотреть, как эти девятиэтажки раскачиваются, и верхние этажи трутся друг от друга. На балконах стоят люди, и вот так вот смотрят, да? И ничего не сделаешь. Ощущение беспомощности. Серьезная проблема. Крайне неприятное ощущение. Очень сильно такое не забывается. Вторая проблема, которая... Вторая группа проблем, которые могут быть в ущербе, в жизни у детей, это от других живых существ. От других живых существ. От любых. Насекомые, например. Вот не было, не было, не было, не было в доме тараканов, вдруг появились. Проблема? Очень неприятная, да? Вот, страдание. То есть, страдание, это не только, что я вот прямо вот мучаюсь, там, дико переживаю, испытываю сильнейшую болью, или еще что-то. Страдание, это когда я не чувствую счастья. Другие люди могут причинить нам страдания? Беспокойство. Могут. Это основное, это вообще основной источник беспокойства наших. Вот. Ну, а кто догадается, что является третьим источником проблем? Желание. Да, то есть, мы сами плотно поставим. Да, это мы сами. То есть, собственное тело и ум. Тело бывает, что подходит? Есть такая забавная по-своему история. Однажды к человеку пришла смерть. В бедах повелителем смерти называют демараж. Демараж, это вот бог смерти, повелитель смерти. Он пришел к человеку и сказал, дорогой, время пришло, пора, пойдем. Человек подумал, сказал, знаешь, я не согласен. Почему? Обосную. Я по профессии, по образованию, я юрист. Так вот, я как юрист, как специалист в вопросах соблюдения закона, а демараж, да, вот бог смерти, он, он говорится о лицетворении закона. Он всегда действует только по закону. Так вот, по закону, ты не имеешь у меня права забирать без предварительного уведомления. Ты не предупредил. А раз я не предупредил, извини, я не имею права не пойти. Это знаете, как вот повестку в суд не получал, могу на суд не являться. Все очень просто. И демараж думался, да, слушай, серьезно, действительно, юрист вилки-палки, да, вот как бы обсловко обосновал. Потом, а вот скажи, пожалуйста, дорогой, да, я все понял, у тебя сильная позиция. Скажи, пожалуйста, а вот у тебя вот с зубами вообще сейчас как? Ты что, смеешься, что ли, какие у меня зубы, да, там, где-то уже давно, вставные челюсти. Ммм, а слушай, а суставами как? Ну как, как, скрипят, да, как уже. Что, не можешь так же, как в 20 лет прыгать, да? Конечно, не буду. А волосы как? Ты все, смеешься, еще, да? Меня уже давно, в общем-то, не причесывая, не улыбаясь, да? Так, говорит, вот же, это же были мои весточки. Это же я тебе посылал уведомления. Говорит, о, все, да? Ты здесь, не навсегда. Придет время, и я за тобой иду. Дело. Рано или поздно предстоит его оставить. Ну, про оба мы уже сказали. Да, это желание. Иногда сидишь, никого не трогаешь, все нормально. И вдруг ба-бах что-нибудь, да, как придет в голову, аж сам себе удивляешься. О, ничего себе я задвинул, да? Ничего себе я захотел. И что самое интересное, да? Чем глубее желание, тем какое оно? Да, 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 тем сильнее хочется, да, чтобы он где-то. Как же преодолевать? То есть вот с этим мы поделать ничего не можем. Да? Как бы преодолеть вот эту же часть проблем, нам поможет помочь только одно, да? Знание. Знание или философия? То есть мы изменить вот это не можем. Мы можем только философски к этому относиться. Понимать, что, ну вот такие условия игры. Ну, здесь ничего не подпишешь. Но вот здесь вот, например, мы уже кое-что можем. Например, как приноучиться преодолевать беспокойства, причиняемые другими живыми существами? Я сразу скажу, да, что все, решение любой проблемы так или иначе лежит в области знаний. Если я знаю, как в себе вести, я могу решить проблему. И наоборот, если я не знаю, если я не могу решить проблему, значит, у меня не хватает знаний. Итак, знание в какой области помогает мне решать проблему с другими живыми существами? Психология, совершенно верно, да? Психология, конфликтология, этика и все остальное. То есть медическая психология. В современной традиции, в современной культуре эта отрасль называется конфликтология. О чем говорит это название? Почему науку о взаимоотношениях назвали конфликтологией? Да, то есть изначально нас настраивают на то, что взаимоотношения с другими живыми существами – это конфликт. В Венах это более точно называется нектарология. Нектарология. То есть предположение какое, да? Что в отношениях с другими живыми существами, в первую очередь, безусловно, с людьми, мы способны обретать счастье. Источник счастья в отношениях. Вовсе не в том, что меня никто не беспокоит. Это не счастье, это пытка. Когда меня никто не беспокоит, это ужасно на самом деле. Вот это самое большое страдание. Почему на необитаемом острове люди сходят с ума? Даже когда у них есть и продукты, и вода, и все остальное. Почему с ума сходят? Нет общения. Нет общения. Совершенно верно. На самом деле, общение, да, общение может стать источником самой большой боли. Но в то же время, общение является источником и самого лучшего счастья. Нужно только уметь правильно строить общение. Что помогает во взаимоотношениях со стихиями? Ну, например, идет цунами. А? Нет. Ну, теоретически, да. Хорошо, когда заранее предупредили. Но проблема в том, что обычно не предупреждают. Философия, чего быть, тому не виноват. Убежать не получится. Вообще, знаете, с какой скорости, да, цунами идет? Под 100 км в час там всему не убежишь на самом деле. Или извержение вулкана. Помните, в последние дни Попеи видели картинку? Даже на сегодняшний день убежать от вот этого облака пепла, да, это очень серьезная проблема. Это не на каждой машине от нее убежишь. Скорость просто не позволяет засыпать, и все. Что может помочь? Помолиться. Вот это уже ближе. Говорится, что наука, которая помогает преодолевать влияние стихий, это йога. Йога. То есть, когда что-то идет не так, нужно войти в особое состояние, в котором он как раз хочет йогать. Почему? Она дает несколько моментов. Первое, ну, на самом таком примитивном уровне она позволяет легче переносить вот слишком большую влажность, слишком большую жару, там, холод, или что-то еще вот. Все что угодно. Но самое главное, она работает в тот момент, когда вы оказываетесь беззащитными перед влиянием стихии. Она не вводит нас в особое состояние. То есть, действительно, если уж суждено померить, то человек умрет, ничего тут не сделаешь, да? Очень важно, в каком состоянии он умирает. Вот это один из самых главных моментов, которые обсуждает ведическая философия. И это говорят, в каком состоянии человек встречает смерть, такой будет и его следующая жизнь. Концепция реинкарнации, да? Подумайте, о чем думают обычные люди, когда умирают? Вот в полициях, например, да? О чем думают люди? Мир живет. Жидать там больше. Я чуть-чуть, еще более точно. Какая будет вот последняя мысль, которая проникнет в их сознании? Все очень смешно. Жидать там всегда. Вот вы знаете, хотелось бы думать, что будет что-то действительно так. Что перед лицом смерти, в последний момент, человек действительно задастся какими-то глобальными вопросами. Что же ждет меня там, за этим неизвестным порогом? Что за свет в конце туннеля? Что он осветит в моей жизни? Ага, сейчас. А это может быть? Всплывает всякая ерунда, в первую очередь. В первую очередь, знаете, что человек вспоминает в последний момент? Это непроизвольно, это автоматически происходит. Так устроено просто сознание. Что он вспомнит в самый-самый последний момент? Чем нагрешил? Ну, не будем так грубо, но по сути верно. Человек вспомнит то, что его больше всего интересовало в течение жизни. Самый ему большой интерес, самое яркое впечатление. Самое яркое впечатление, которое было у вас в жизни, вот именно о нем. Вы вспомните в последний момент. И именно оно определит, кем вы будете в следующей жизни. Есть классическая история по этому поводу, про то, как один отшельник, святой, действительно святой, по всем параметрам. Он готовил, он уже все, были почти последние годы его жизни, он уже сам об этом узнал, и он целенаправленно готовился к тому, чтобы достойно умереть, достойно оставить это тело. Он бы полностью пришел над любви беспокойств, ничего не могло вылезти его из равновесия. Он бы полностью сосредоточен на Боге. Однажды, когда он совершал утренние гигиенические процедуры на берегу реки, он вдруг увидел такую картинку. Пантера, то есть вот хищник этот, преследовал олениху. И олениха, прыгая через речку в надежде спастись от когтей хищника, родила. То есть она была беременна, и вот в этот момент родила просто. Пантера задрала олениху, то есть убила мать новорожденного оленинка. А самого этого оленинка в течении в реке поволокло куда-то вниз к водопаду. И этот олених, будучи по природе очень сострадательным, он вытащил из воды этого оленинка. И поскольку он понимал, на его глазах это произошло, что оленинок он не выживет, мамы нету. Ну, пришлось бы взять его к себе. Ну, а куда деваться? Не бросишь же его помирать? Он же милосерден, он же сострадательный. Принцип не навредить. Начал его выкармливать, молочком сначала кормил, травкой потом все. И, в общем, оленинок у него вырос как домашняя собачка буквально. То есть на поводочках ходил вместе с отшельником, везде вместе был. В общем, радовал его веселым травмам и все такое. Но однажды убежал. Ну, дикое все-таки животное, плохо поддается. Трессировки там перегрыз или оборвал поводок и убежал. И отшельник думает, как же так? Вот я его вырастил. Помните, мы в ответе за тех, кого приручили. Как же так? Как же он будет без меня? Он не боится людей. Первый же охотник его убьет. Он не знает жизни, он не умеет убегать от хищников. Да он даже толком не знает, как там вообще пастись в этом диком лесу. Где там вода, где там еда. Надо его найти. И он отправился его искать. Искал, звал, везде кричал, все, что только можно делать. И в этих поисках сорвался со скалы, упал и разбился на спу. Как вы думаете, о чем была его последняя мысль? Об олененке, естественно. И в следующей жизни он родился оленем. Хотя он был священником, да, святым человеком, подшельником, аскетом. А мне можно много говорить. Родился оленем. Это было его самым сильным впечатлением. Другая история, тоже такая известная. Почему по-своему. Бабушка однажды купила рыбку, карпа, чтобы приготовить своему внучку на даче на обед. Вот она шла под электрички на дачу. Несла в сумочку эту рыбку. На нее напали хулиганы. Ударили под головой палкой. Рыбку отобрали. Она упала. То есть черепно-мозговая травма. И ее привезли в больницу. В реанимацию. В реанимацию она перед смертью буквально на секунду пришла в себя. Как вы думаете, о чем она спросила своего врача? Где моя рыба? Ну понятно. Какие последствия у такого рода вещи, такие вопросы могут привести. И так вот все. Понимаете, неконтролируемый процесс. Иногда люди думают, да ладно, ерунда, буду жить как придется, да. Но в последний момент сосредоточусь и вспомню что-нибудь, ух, таком, да, что будешь родиться, так и родиться по-настоящему. Не получится. Неконтролируемый процесс не поддается нашему сознательному вмешательству. Мне рассказывал один очень-очень духовно продвинутый человек. Он пережил опыт хронической смерти. Причем какой? Во время паломничества по Индии их автобус упал в Гангу. Священная река, да. То есть для людей, которые следуют ведической культуре, вообще умереть в Ганге, это предел мечтаний, по-моему, что там образно говоря. То есть это означает, это супер благоприятный способ умереть. То есть это означает, что человек там уже от кармы избавился от негативной вообще, то есть его ждет впереди только, ну, что-то очень хорошее. Вот. Его откачали. Ну да, медали у него. Был шанс, медали. Он был следом, ходил очень-очень за тучку. И его однажды спросили, говорят, ты чего грузишься-то так? Ну, в конце концерта. Ты же выжил вообще, радуйся. Он сказал, да ты знаешь, что мне одна мысль покоя не дает. Я очень точно помню, какой была моя последняя мысль. Я вспомнил рекламу СОКу, которую я видел в детстве. И он дальше объясняет. Я всегда считал себя уже продвинутым человеком. Я думал, что эти мирские вещи, они меня очень беспокоят. Я думал, что у меня, ну, как бы, я уже, о, мой уровень-то духовный. А вот надо же, вот все мои духовные впечатления оказались слабее, чем впечатления от этой рекламы. Поэтому, когда говорят, что человек должен молиться, да? Речь идет о такой молитве, чтобы впечатление от нее было, ну, сильнее, чем все, что он испытывал в своей жизни. Только такая молитва имеет смысл, все остальное вам не поможет. Понимаете, да? То есть, это говорится таким образом. Человек должен заниматься духовной практикой, не просто, а, еще у нас новое время, да? Время духовной практики. Ну, давайте всем миром Господу помолваемся. Давайте там что-нибудь почитаем, давайте поклонимся, свечку поставим. Чем сюда, вау! А теперь начинается настоящая жизнь, да? Это не духовная практика, она не поможет. Вот этот последний экзамен, да? Она не поможет сдать. Еще раз, духовная практика должна быть настолько интенсивной, чтобы перекрыть все остальные впечатления, которых у нас в течение жизни науков не мало. Ну и последнее, да, это уже просто. Как называется наука, которая помогает справиться с проблемами тела и ума? Да и Руеба, совершенно верно. То есть, тут достаточно все просто. Я почему об этом рассказывал? Потому что мне бы хотелось донести такое понимание, идею, что в Ведах, по большому счету, есть ответы на все вопросы. То есть, любую проблему можно решить с помощью ведического знания. Можно мы прервем лекцию на минутку? Пожалуйста, вот это три, четыре, три стульчика, будьте уместны, поставьте куда-нибудь. Либо, ну, там, мы сейчас здесь поставим лавочек. Прямо, извините, пожалуйста. Все нормально, нормально. Прямо, извините, бывает. Прямо, извините, пожалуйста. И, ты понял, вы можете... Коленки. Все, 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 все. Давайте продолжаем дальше. Итак, идея такая. В Ведах есть ответы на все вопросы. И есть одна особенность. Какую бы проблему, вернее, знание о том, как решать проблему, вот к какой бы проблеме это не относилось, какую бы область знания мы не взяли, йога, иурвета, нектарология, философия, все что угодно, любое знание в Ведах так или иначе преследует одну важную цель. То есть знание может быть очень разным. Цель у знания всегда одна. Это как раз то, что отличает ведическое знание от всего странного, от того, чем мы располагаем в современном мире. В современном мире знание, оно само по себе. Ну, например, физика. А вот знание физики. Ну, о том, например, что существуют элементарные частицы. Как оно отражается на вашей жизни? Я не имею в виду, что стало лучше жить, потому что вырабатывается электричество, поверяется новое материальное. Я не про это на ощущение счастья. Как это влияет на смысл в вашей жизни? Да никак особо не влияет. Ну, есть и есть медуз-посетов. Так вот, ведическое знание, оно в этом плане принципиально отличается от всего остального. Еще раз. Какое бы область знаний мы взяли, всегда есть сверх задачи. И это то, что объединяет всю ведическую культуру. Это понимание о третьей составляющей вот этой схемы. Это не нравится. О чем? О ком? Да, совершенно знание. Это знание о том, кто такой Бог. Сразу хочу сказать, что в этом вообще не стоит этот вопрос. Есть Бог или нет? В основном, априорно подразумевается, что Он есть. Это не тема для дискуссии в данном случае. Просто Он есть. Скажите, пожалуйста, вот если бы вы узнали, что Бог есть. Узнали в данном случае, речь не идет об информации. Ну, знаете, есть такая шутка. Когда человек лежит в кровати, ворочается и думает, вот интересно, есть все-таки Бог или нет? Наверное, все-таки есть. Да, есть. Он ворочает. А по другой стороне, может быть, и нет. И это Бог все-таки есть. Или нет. Итак, ворочается, ворочается. Двенадцать часов в час ночи, два часа, три часа в ночи. Есть Бог или нет? Уже голос на посвятую. Да нет, у меня нет, успи, давай. В ветрах такой вопрос не стоит. То есть там Бог это однозначно реальность. Он есть. И знание о Боге подразумевает, что это, еще раз повторю, это не просто информация. Ну, есть и есть. Он там, я здесь, в конце концов. У него свои дела, у меня свои дела. Нет, знание это, говорится, нет информации без трансформации. Вот такой признак. Скажите, пожалуйста, вот если бы вы действительно узнали, что Бог есть, вы получили доказательство, неопровержимое, вот для вас лично, что Бог есть, изменило бы это в вашей жизни или нет? Изменило. Каким образом? Да, ну, по крайней мере, уже не получится жить так, как раньше. Потому что, как минимум, надо его учитывать. Вообще не понятно, что ему там надо, в принципе, но он есть. И уже просто так, как раньше, не поживешь. Итак, Бог, что мы о нем знаем? Ну, кроме того, что он есть. Бог есть любое. Вот, смотрите, да, это важно, да, но это не самое важное. То есть, действительно, он творец, он хозяин, он повелитель, он устанавливает законы, а ты хочешь, не хочешь, приходится их слушаться, да, соблюдать. Это не самое важное. Ну, мы частицы, и чего? И что нам от этого? Смотрите, любое знание должно иметь практический выход. Это очень важный момент. Иначе оно просто, как бы, знание должно быть применимо в нашей жизни. Оно должно влиять на нас. Оно должно помогать нам жить. Иначе это пустое знание, оно бессмысленное. Это просто информация, которая, ну, ну, я прочитал бы это, мне это интересно, но ничего не изменилось. Веда говорится, у Бога есть шесть качеств. Шесть. Шесть. Шесть качеств. Значит, давайте сначала первое из них перечислить. Первое, оно даже на русском языке известно. Какое слово? Очень такое хороошее, такое. Ух, такое вот слово, такое. Начинается слово Бог. Не, не, со слова Бога. Богатство, конечно. То есть первая характеристика, он самый богатый. Богатство, это его качество. Вы вообще в мире знаете богатых людей вообще? Доводилось видеть? Ну, знаете, что они есть вообще? Говорится, что это проявление одного из свойств Бога, то есть богатства. А? То есть богатство, это характеристика Бога. И он может ее проявить в жизни какого-то человека. То есть, уже сразу практический момент. Если хотите стать богатым, кому нужно обращаться? Богатым. Совершенно верно. К тому, да, у кого от Бога что-то есть. Либо к людям, которые действительно знают, как быть богатым. Либо еще проще, напрямую к Богу. Потому что это от Него. Мы сейчас не будем, как бы, погружаться в хитросплетение, там, вот, кармических каких-то моментов, да? Почему такое, почему богатство иногда приходит к недостойным людям, да? Вот. Здесь все справедливо. Просто когда-то человек сделал что-то хорошее, из-за этого в этой жизни к нему пришло богатство. В этой жизни он может быть негодяем. Это к нему за прошлые заслуги пришло. Так бывает. Иногда, наоборот, в прошлых жизнях человек что-то сделал. Не очень, да? Не очень. Из-за этого в этой жизни он страдает. В частности, у него денег нет. Но в этой жизни никто не мешает ему стать хорошим человеком. Из-за этого он рано или поздно получит награду. То есть, как, что посеешь, что и пожнешь. Вот. Второй момент. Да, вторая характеристика Бога. Сила. Он всем могучий. Вся сила у него. То есть, в мире есть много сильных людей, да? Но Бог самый сильный имеет цель. Например, самый сильный человек, сколько килограммов он может поднять? Штангу, например. Смотря как. Понимаете? Хоть как. Ну, вот по максимуму, если правильно. 370. Да, рекорд. Рекорд. Совершенно. Мировой рекорд. Это вот чуть-чуть не дотянули до 400 килограмм. Теперь. Бог поддерживает все мироздание. Например, он поддерживает нашу планету. Кто может похвастаться, что он может поддержать планету? Это грубый пример, но он позволяет понять, что он... То есть, наши силы с ним не сопоставимы. И опять же, если человек хочет обрести силу, то естественным образом, если Бог на то не даст разрешение, не получится. Так же, как с богатством. Смотрите. Читали книжки про то, как стать богатым за две недели? Я повторяю, но их много разных, да? Смотрите. Если бы это действительно было так. Если бы действительно, вот просто соблюдая инструкцию, стало богатым. Всех бы не богатым. Но даже... Ну, во-первых, далеко не все могут соблюдать инструкцию. Не у всех получается, не у всех хватает силы для этого. Во-вторых, даже из тех, кто соблюдает, далеко не каждый становится богатым. То есть, очевидно, что есть кто-то, кто эту штуку все-таки контролирует. Это как раз Бог. Второе, сила. Третье, слава. То есть, много есть известных и знаменитых людей. Но самый знаменитый, да, это все-таки Бог. Потому что, ну, сколько в истории помнят знаменитых людей? Недолго. Недолго. Самый большой след оставили как раз те, кто был связан с Богом, так или иначе. Но все, сколько бы человек ни жил, как только его где-то прижмет, о ком он сразу вспоминает? А, ой, Господи, да, помоги, за что, еще что-нибудь такое, сразу о нем. Четвертое, красота. Бог самый красивый. На санскрите буквально это переводится как все привлекающие, все радующие, самый-самый красивый. Никто не может сравниться с ним. Пятое, знание. Знание. Никто не может состязаться с ним, с вами. Была такая смешная история, когда, ну, это был один из приходов Господа на земле, он был тогда еще ребенком, то есть он убирал его кровь. В город, где он жил, пришел такой мудрец. В Индии, да, вот в ведической культуре, это такая достаточно традиционная штука, публичная дискульпия. Ну, то есть собирается такая толпа мудрецов, и они выясняют, кто круче. А как это выясняется? Они должны друг другу, опровергнуть аргументы друг друга, логические утверждения какие-то. Все, естественно, на основе Священного Писания, ну, такое состязание, кто круче, от кого мозги лучше работают. И однажды в этот город приехал какой известный мудрец, и все знали, он не победил. Почему? Потому что ему покровительствовала сама богиня знания, Сарасвати. То есть он был ее любимчиком. Он совершал специальные аскезы, такие существуют, методы, да, с помощью которых можно привлечь ее внимание в свою жизнь, ее благословение. И она ему очень сильно помогала, и все знали, что его победить невозможно. И все мудрецы, они начали, из этого города, они начали потихонечку расползаться. Ну, там, на дачу, там, кто-то срочно вспомнил, что у него там, где-то там, родственник заболел, да, что... Ну, в общем, никому не хватило было выставлять себя на посмешище. Все разбежались. И остался только этот вот мальчик, да, сам Господь, послушайте. Вот. Но уже в таком молодеднем возрасте он всех поражал своей мудростью, ученостью. То есть знал Священное Писание лучше всех. Вот. И он однажды просто пошел на речку поплавать, и тут по берегу идет мудрец. Мудрец знал, что в этом городе есть такой вот шпендик, да, который там непростой. И он идет по берегу и смотрит, о, похоже, что он говорит, слышь ты, ты, ну, типа, мальчик, подойди сюда. Мальчик очень смиренно подходит, да, уважаемый, да, ну, то есть в ведической культуре поклоны это обязательная часть, да. Вот большая честь для меня видеть вас, уважаемый мудрец, да, что я могу для вас сделать. Большое счастье пришло в мою жизнь. И мудрец говорит, слышал я, что ты очень умный. Врут. Он говорит, не, 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 какой я умный, вы что, вы вообще о чем? Он говорит, вот послушай, а дело происходило на берегу Ганги. Послушай сейчас, как я в стихах воспою славу священной реки. И он сходу тут же, вот просто, не сходя с места, с разгона, выдал 100 стихов, не повторяясь ни разу, прославил. Попробуйте хотя бы один стих совершить, сочинить, да. А тут 100 стихов легко, вот, без всякого напряжения, ну, вот, я сказал, ну, как? И этот мальчик, он смиренно сказал, круто, вообще, вау, ну, что-то такое. Он говорит, вы знаете, вот, уважаемый мудрец, вот, я просто, вот, простите, ничего личного, да, но обратил внимание на вот, несколько малюсеньких, ну, можно бы, в принципе, даже не заметить, но малюсенькие такие вот, погрешности. Вот в 27 стихе, вот в такой строчке, одно слово, слово дважды повторилось, автология чуть-чуть, да. А вот в 45 стихе, там чуть-чуть ударение неправильно поставлено. Рифма, конечно, есть, но ударение чуть-чуть. А еще вот в том стихе, и он пять лет лично нашел. И мудрец был в шоке, потому что запомнить, там, он все запомнил, да, выявить ошибки у него, которые никогда не ошибался. Мудрец почувствовал себя очень плохо, очень плохо. Он вообще в горе просто ушел в свою хижину, с расстройства лег спать, и во сне ему явилась самая сарасватика, такие неучености. И он начал, я такие легкие претензии, я говорю, в чем дело вообще? Я для тебя, там, и, значит, и вот, ну, поклонение совершал, и вот, благовоние зажигал, и жертву вот приносил, и все делал. Почему пять ошибок вообще случилось? Ну, это что такое вообще? И сарасватика сказал, а ты вообще соображаешь, да, в какое положение ты меня поставил? Сарасватика это жена вообще верховного Господа, да. Ты представляешь себе, что в присутствии моего мужа, да, ты меня заставил вообще вот что-то такое там корчить из себя, что вот ты там из себя мог что-то такое изобразить. Еще раз такое сделаешь, вообще больше никогда не приду. Поле, иди, извиняйся вообще. Это я сильно обижен. Мудрец, когда до него дошло, что он сделал, он побежал к Господу, начал приносить ему поклон, и говорит, прости, прости, я не знал, надо больше такое никогда не повториться. И Господь ему сказал, брат, давай, все, сделай мечту, все нормально, да, только никому не говори, что ты знаешь, что я Господь, ладно? Вот, то есть, все. Но так или иначе, Господь обладает всем знанием, никто не может с ним сравниться. Есть такая шутка известная по этому поводу у физиков, когда на утреннем, знаете, планерка у Господа Бога, утренняя, и ангелы приходят и отчитываются о том, что происходит физикой. И ангел, ответственный за состояние физики, говорит, Господи, они синтезировали новый трансурановый элемент, как будем реагировать? Господь говорит, ну, добавим еще один нелинейный компонент, великое уравнение единого поля. Такая вот физическая шутка, да, как в детстве. Ну, то есть, Господь всегда, он, последнее слово остается за ним. То есть, как бы мы ни гордились своими знаниями, он все равно подбрасывает что-то новенькое. Совсем недавно пришла эта новость. Вы знаете, как бы, что скорость света, она наивысшая, да, вот, предел? Так вот, совсем недавно на этом самом коллайдере, на том самом, да, доказали, что, вы знаете, двигаются частицы быстрее скорости света. Как на это реагировать, пока непонятно. Потому что все, что оказывается, все, что мы знали о Вселенной, да, ну, вот, пять маленьких ошибок, да. Вот. И вот теперь смотрите, вот теперь самое интересное. Скажите, пожалуйста, вы вообще знакомы, да, с людьми, у которых, ну, вот, эти качества в той или иной степени проявлены? Ну, по крайней мере, знаем их, да? Скажите, пожалуйста, обладание этими качествами, оно, как бы, это помягче, ну, может быть, ну, таким легким поводом для гордости? Да? Ну, для них только. Ну, естественно, для них, не для нас. Для нас в лучшем случае, чтобы для доброго есть, да, для такого человека. У знакомого моего знакомого есть знакомый, у знакомого которого есть знакомый, знакомый которого президент Путин. Вот. Итак, смотрите, то, что у других людей это есть, да, для нас не имеет особого значения. У них есть нам-то что? Что нам от того, что у Бога все эти, вот эти пять в качестве есть, да? Более того, скажите, какое чувство вызывает человек, который, допустим, очень богатый, но при этом очень жадный? Или, допустим, который очень сильный, но при этом такой, знаете, вот он такой гордый, да, своей силой, который так вот кичится, да, совершенно верно. Или человек, который, допустим, знаете, такой, знаете, спесивый от этого становится. Такую эмоцию он вызывает. Неприятно, безусловно. Тут самое интересное. Вот эти пять качеств есть у Бога. И если бы только пятью этими качествами, я скажу, началось, то Бог бы был не очень приятной личностью. Скорее наоборот, да? Знание о том, что у него вот все это есть, скорее бы раздало зависть. Так ведь? Что он? Бог сам о себе говорит. Я самый богатый, самый сильный, самый знаменитый, самый красивый, самый значимый. Как-то не скромно, слушайте, да? Какой ты такой? Потому что у Бога есть еще одно качество, самое, может быть, важное. Он самый отреченный. Шестое качество отречения. Что значит отречение? Он к этому непривязан. Совершенно неверно. Ему это не нужно по большому счету. Да? А для чего же тогда он это использует? Для многолюбия. Совершенно верно. Для того, чтобы дать нам. Понимаете? Вот это качество, оно все расставляет на свои места. Богатство, сила, слава, красота, знания. Бог не держит это для себя. То есть в ведах Бог отписывается именно таким образом. Все это ему нужно только для одного. Для одной цели. Для того, чтобы отдать это нам. Вообще всем. Всем живым существам. Как такое понимание Бога? Это уже что-то. С таким неплохо бы и познакомиться. Ну, даже на человеческом уровне. Человек богатый и щедрый. Хотелось бы иметь такого знакомого? Даже если не нужно денег. Дело не в этом. Просто человек хороший. Или человек знаменитый, допустим, да? Но который очень скромный при этом. Очень добрый. Или это вообще не. Хотелось бы иметь такого знакомого? Просто по-человечески, да? Так вот, Бог в идеале, в наибольшей степени отражает как раз все эти качества. Вообще ничего для себя. Очень смешно. Но говорится, что Господь, Он не только наивысший слуга, изначальный слуга. Ади-Пуруша. Пуруша это изначальный. Ади-Пуруша это господин. Ади-Изначальный. Он еще и изначальный слуга всех живых существ. Знаете, как слуга на Санскрите? Дас. Дас. Дас это слуга. Соответственно, как будет изначальный слуга? Ади-Дас. Слышал. Вот. Вот Бог, Он не только Ади-Пуруша, но еще и Ади-Дас. И вот теперь самое интересное, да? У Бога есть определенные взаимоотношения вот с этими двумя составляющими. Скажите, пожалуйста, Бог может влиять на мир? Ну, это естественно, значит, кожа Бог, да? А мир на Бога? Молодцы. Действительно, мир на Бога влиять не может, иначе Он тоже бы не был Богом. Он создает этот мир, Он устанавливает свои законы, и Он от мира никак не зависит. Вот теперь самое интересное в этом плане. За счет чего? Какая сила в этом мире проявляет волю Бога? Как узнать, чего хочет Бог? Любовь. Любовь, да, но она не к миру относится. Не будем гадать. Время. Время – это та сила, с помощью которой Господь все расставляет на свои места. Слышали такое? Время все на свои места поставит. Время. Мы можем строить свои планы, можем там ставить и намечать какие-то цели, задачи, все что угодно. Но в конечном счете все равно будет так, как распорядится время. Время все расставит на свои места. Недолго мы можем навязать миру свою волю. Да, у нас это есть. Но потом все равно. Как там эта песня? Время рушит гранитные замки, заносит песком города. Вот так оно на самом деле и происходит. Все будет так, как хочет того Бога. Время – это воплощение воли Бога в мире. Поэтому очень важно уметь правильно строить отношения со временем. Время – это личность. Есть вещи, которые времени нравятся, а есть те, которые не нравятся. Знаете, была в советские времена такая пластинка, советская аудиокнига, как вы сейчас сказали. Пластинка «Алиса в стране чудес». И там один из озвучивающих людей, те, кто озвучивал эту пластинку, это был Высоцкий. Он песню очень хорошую про время написал. Там, помимо всего прочего, такой момент обсуждался. Там говорилось, если ты будешь вежлив со временем, время сделает для тебя все. Если ты будешь с ним груб, оно на тебя обидится. Да и у тебя начнутся проблемы. Поэтому надо уметь строить отношения со временем. Отношения со временем – это особая тема. Это в единической науке. Есть, говорится, время циклическое. В материальном мире время циклическое. Смотрите, самый простой пример – это суточный лифт. Вы же не задумываетесь, что завтра солнце встает или не встает. Мы знаем, да? Утро, день, вечер и снова утро. Весна, лето, осень, зима – снова весна. Циклы. Снова, снова, одно и то же. Каждой части цикла соответствуют… Есть вещи, которые к этой части подходят, и есть те, которые не подходят. Соответственно, нужно просто знать. Вот здесь наука, которая наиболее точно описывает все эти вещи – это ведическая астрология. То есть астрология – это не просто предсказательный момент. Что же меня ждет? Где бы соломки подстелить? Астрология – это также учебная наука о том, что в какое время нужно делать. Например, в астрологии ведической есть понимание о лунных стоянках, так называемых, лунные дни. Ну, каждый лунный день он для чего-то подходит, для чего-то не подходит. Например, есть лунный день, который оптимальным образом подходит для того, чтобы травить таракана. Для колоразских жуков, например, на картошках. Только нужно это правильно делать, опять же, да? Чтобы, ну, реакции не пришли за то, что столько живых душ вообще потравил там. Есть время для того, чтобы жениться, для того, чтобы рождать детей и так далее. Нет? Показалось? Вот. Вот. То есть для всего есть свое время. Есть время для того, чтобы, когда нужно вставать утром. Есть время, когда вечером нужно ложиться. Время, когда лучше всего питаться. Например, лучшее время для приема пищи это какое? Ну, это понятно, что вверх. Естественно. А в какое время нужно вверх? Солнце взедите. Да, совершенно. А когда Солнце взедите? А вот и нет. У нас астрономические полдень и вот тот, который по часам довольно сильно различается. Сейчас, вот я что-то уже сам закупался с этими переводами времен, то ли час, то ли два разница. Два часа. Два уже, да, час? Два часа разница. Это нужно учитывать. Потому что... А? Вперед или назад. Вперед. У нас когда, да, сам ребенок? Два часа, это 12. Да. Два часа дня. Да, два часа дня. Условно. Одиннадцать, а у нас два. Так, давайте потом, ладно? Ты сам спутаешься. Вот. Потому что если в это время читать, то вот пищеварение, да, вот эта система, она наиболее подготовлена для этого процесса, для переваривания пищи. В другое время, особенно если вечером, там, да, это что вообще, это... Люди однажды говорят, не отбирайте последнюю радость в жизни. Да, вечером, вечером на крово, вот перед тем, как поспать, вот поесть, это вообще, аааа. Вот. Это элементарные вещи, на самом деле, очень простые. Нужно это все просто знать. Будете знать, и время будет работать на вас. А незнание законов времени не освобождает от ответственности. То есть, если вы нарушаете какие-то законы времени, ну, за это придется расплачиваться. И отговорки, ну, я же не знал, они тут не сработают. Вот. Итак, это взаимоотношения Бога и мира. Соответственно, вопрос здесь. Бог на человека может влиять? Ну, может, бессловно. А человек на Бога? Нет. А? Ну, не все так просто. Может. Может. И ничуть не больше степени, чем Бог на человека. Но. Спрося, что... Но. Есть один очень важный момент. Вот эти взаимоотношения, которые называются любовь. Так вот. От Бога. У Бога в ведической... Ну, в Багаватбите, собственно говоря, да, там приводится такое имя. Непогрешимый. А чью-то? А чью-то? Непогрешимый. Как вы думаете, в чем непогрешимость Бога? Совершенно верно. Он никогда не перестанет нас убить. Что бы мы ни сделали. Говорится, для того, чтобы человек попал в материальный мир, то есть вот сюда, где мы с вами находимся, то есть мы, для того, чтобы сюда попасть, говорится, нужно было отказаться от любви к Богу. Представляете, вот теперь поставьте себя на его место. В вашей жизни бывало, когда ему так, что тот, кого вы очень сильно любите, очень сильно любите, по-настоящему, да, отказывался от вас? Или это не нужно? Уходил? Бывало такое? Реакция? Ощущение какое? Что хочется сделать? Обида, как минимум, да? Очень слабо сказать, очень сильная обида, да? Так вот, непогрешимость Бога как раз в том, что Он никогда не испытывает этого качества, этого чувства. Нету здесь. Да, вот ревности, обиды, нету здесь. Он никогда ничего не хочет для себя. Он хочет только для нас. И поэтому Он не погрешен. Мы влияем на Бога именно в той степени, в которой любят. Вот это право, пожалуй, единственное, которое Он наставляет за свободу. Он говорит, делайте, что хотите, абсолютная свобода. Единственное, то есть, говорится, единственное, на что Бог никогда не покушается, это на свободу выбора человека. Именно потому, что любит, понимаете? Есть такая история, реальная, это было несколько десятков лет назад. Вот человек, который Бхагавадгиту как раз привез на Запад, он проповедовал в Америке, в Хиббе, да? И у него ученики были, ну, очень разные, очень разные. И один из них, он очень сильно, хотя бы он формальный был учеником, да, вот этого святого, он так все время, знаете, искал повода уйти. Ну, мне нравились вот эти вот монастырские порядки. Потому что реально монастырь, утром подъем, там, студный завтрак, студный обед, там, духовная практика, ранний отбой. В общем, в радости особо это и нет, вот таких вот привычных. И он все время искал повод, к чему будем придраться. И он все время, когда вошли лекции, да, по Священному Писанию, по Бхагавадгиту, он все время, знаете, такие камерзные вопросы, наверное, он задал, не потому, что хотел что-то узнать. Хотел просто вот, ну, как бы вот, так вот сказал, все, я победил, да? То есть я вот задал такой вопрос, на который мне не смогли ответить. И со спокойной совестью уйти. И никак не мог. Но однажды он придумал такой вопрос. И на одной из лекций он задал. А вот если Бог так любит, да, нас, а почему же Он нас не удержал от того, что мы попали в этот мир, который вообще вот местно страданий постоянно? Где же Его любовь? Почему Он нас не остановил? Как говорится, в этот момент Бхагавада, то есть человек, написавший комментарий к Бхагавадгитии, он сказал, посмотрел на него очень быстро, я сказал, «Скажи, а вот когда я тебя пытаюсь остановить, да, от того, чтобы ты ушел, ты счастлив?» Тут он понял, да, что? Можно остановить, Бог мог бы это сделать, но стали ли бы мы от этого более счастливыми? И поэтому единственное, чего никогда не делает Бог, Он не покушается на свободу выбора живого существа. Каким бы, может быть, дурацким, ни страшным, ни ужасным, не был бы этот выбор. Но при этом Он никогда его не оставляет. Он никогда не бросает человека одного. Знаете, что выражение такое слышали, что в сердце у каждого человека есть частичка Бога. Там на самом деле две. Это душа, то есть это вот я, да, и частичка Бога, сверхдуша. Говорится, в какую-то форму жизни не попало, ну, живое существо, да, не попало бы душа. Свиньи, червяка, там, не знаю, даже самые ужасные, или полубога, ему это не важно. Он никогда не оставляет человека одного, он всегда идет вслед за ним. Он никогда не бросает. Мы можем от него отвернуться, но он никогда не отворачивается от нас. И, так вот, насколько человек восстанавливает в это свое естественное, вот если мы к душе возвращаемся, да, про нее немножечко поговорим. Говорится, что душа, ее природа, это мы, да, каждый из нас. Природа каждого из нас. Сейчас будет важная вещь. Как вы думаете, какими словами можно описать душу? Самые важные слова. Вот если бы вас попросили, выйдите в самые важные характеристики души, самые важные. Какие бы вы назвали? Журокат. Безусловно, вечно. Никогда не убирает. Значит, смерти нет. Это только мое невежество заставляет меня бояться этого перехода. Смерти нет, на самом деле. Я никогда не убивал. Она вечно. Еще. Вот Вера говорит, еще есть две очень важные характеристики. вечно исполнено знание и блаженство. И когда все три эти характеристики в полной мере проявляются и объединяются, это называется любовь. И вот насколько в сердце человека, насколько в нашей душе проявлены эти три параметра, вот настолько Бог отзывается, настолько мы начинаем влиять в мир. Говорится, что когда человек в полной мере, то есть это любовь, это не что-то, что мы должны как бы заново создать. Это то, что всегда есть. Это то, из чего состоит душа. Она не может изменить свою природу. Все это у нас уже есть. Но сейчас это покрыто слоем грязи, слоем пыли. Это такое образное сравнение с чем-то дарфономаршем. Слой грязи, слоем пыли, который покрывает душу. И вот духовная практика, она как раз и предназначена для того, чтобы снять эту грязь. Знаете, как зеркало, старое, запаленное, в него смотришь и не видишь своего отражения. Но берешь тряпочку, начинаешь протирать, и оно сначала просто грязные разводы какие-то, потом чище, чище, и изображение, отображение становится все более и более ясным, более четким. Так же и в сердце. Когда человек занимается духовной практикой, пожалуйста, поймите, что духовная практика это не просто когда там в горы, в лес, в монастырь. Все. Вся наша жизнь. Работа, семья, взаимоотношения с родственниками, не знаю, даже посадить картошку на зиму. Все это может стать частью нашей духовной практики. Все. Вся жизнь, говорят, беды, да? Вот это и есть медическая культура. Вся жизнь человека должна быть одухотворена. В нашей жизни не должно не остаться ничего, что не было бы связано с Богом. Вот это совершенство человечества жизни. Вот это медическая культура. Человек может не понимать даже, как это сделать, но его просто нужно научить хотя бы правильным вещам. Даже если просто мальчика научить, что женщина в автобусе надо уступать место. Если девочек надо научить о том, как правильно строить взаимоотношения с мальчиком, с будущим мужем, они могут не понимать, что это часть духовной практики, но поскольку это взято из священных писаний, священные писания, они откуда берутся? Откуда берутся священные писания? Их Бог даёт, совершенно верно. Человек может даже этого не понимать, но он неосознанно выполняет волю Бога. Он неосознанно что-то для Бога делает. И Бог принимает. Я не знаю, стоит ли об этом говорить, тема такая, немножко такая, особенная, но просто подумайте об этом. Бог даёт человеку знания, просто внешние какие-то вещи. И даже не требует, чтобы человек был каким-то философом глубоким, чтобы он прямо очень чётко понимал, что, почему, зачем он делает. Бог говорит, просто делай правильные вещи, и мне этого будет достаточно. Была очень смешная история. Она описана в исторических хрониках. Шёл однажды обряд федичества. То есть там очень красочная процессия. То есть поют в мантры, играют на музыкальных инструментах, размахивают флажками. И в эту толпу, яркую, радужную, праздничную, затесался один, ну, вообще, как бы это правильно сказать, очень сильно нетрезвый человек. Вот. Выходил у кого-то из рук флаг и давай вот так вот махать во все стороны. Народ так на него смотрел. Вообще, пьяница вообще тут? Дебошир, да? Милицию, что ли вызвать? Говорится, очень скоро этот человек умер. После смерти пошёл в царство, ушёл в царство Бога, в духовный мир. Почему? Потому что Бог посмотрел на то, что он делал, и подумал. Я не буду обращать внимание на то, что он был пьяный, что он не понимал, что он делает. Я просто смотрю, он махал флагом в этой церемонии, да, вот вы образы. Я говорю, давайте посчитаем, что он-то сделал для меня. Зачтём ему это, что он-то сделал для меня. И забрал его к себе. Поэтому, даже если человек не особо понимает, что он делает, но хотя бы просто делает правильные вещи, да, и Бог говорит уже приятный, и он обязательно отвечает к этому человеку. Есть описание того, что он как, ну, знаете, веда, веда, они все-таки, по большому счёту, веда это свой набор рекламы. То есть там говорят, вот если будешь делать это, то будет тебе советовать вот это. А если сделаешь вот это, то получишь вот это. А у шести Бога это сделает. Ну там просто вообще все нервы, у него масок, вообще все классно. И там описывается разное, как вот, что конкретно человек получает, если он следует наставлениям Бога. И там разные есть характеристики, ну там он здоров, он уважаем, у него хорошая семья, там туда-сюда. А последнее слово очень смешное. Наслаждайтесь, слово «яша». Яша. Вот. Яша — это означает, что человек привлекает в свою жизнь самого Бога. То есть Бог начинает обращать на себя его внимание. И дальше происходит очень просто. Вот когда человек начинает действовать правильно, да? Сначала он чувствует, что просто жизнь налаживается. Потом у него появляется интерес. Почему же она налаживается? И он понимает, что это потому, что я следую заповедям Бога. Это исследование заповедям. Потом он понимает, кто же такой Бог, что он мне так классно все тут подогнал, да? И вот здоровье, и тело такое ничего себе, да? Вот, богатство, дал силу, дал славу, дал красоту, там, знание. Вот. И он обращается к Богу. И в один прекрасный момент он говорит. То есть смотрите, вся ведическая культура, вот все науки, все знания, все остальное предназначены только для одного. Чтобы когда-нибудь, миллионы жизней могут пройти, но когда-нибудь человек посмотрел на Бога и сказал, «Спасибо». И вот с этого момента начинается его прямое движение к Богу. Любовь на санскрите — это бхакти. И существуют разные системы йоги на связи с Богом. И высшая из них является именно бхакти-йога, йога-любви. Вся ведическая культура, да помните, я в самом начале сказал, у нее есть определенная сверхзадача, цель, которая объединяет все ведические науки. Вот цель именно такая, чтобы человек когда-нибудь, может быть, дать ему шанс, захотел, дожнуться к Богу, построить, восстановить отношения с ним, которые он удастся. Вот это цель ведическая культуры. И о какой бы области ведического знания мы не говорили на наших лекциях, всегда нужно понимать, что эта часть вот этого большого пространства, вот именно этой культуры, говорится, богоцентрическая культура, предназначенная для того, чтобы душа человека вернулась к Богу концентрению, чтобы человек восстановил свою естественную природу в вечности, знания и божества собрал, чтобы он обрел его. Вот. Ну вот так вот. Это вот было просто... Еще раз скажу, нас попросили организаторов вначале немножко рассказать о том, что такое веда, что такое ведическая культура. Вот это вот первая часть. Не устали еще? Нормально? По этой части. Вопросы есть какие-нибудь? Все понятно, да? Точно? Сейчас я просто уточню одну вещь. В ведах говорится. Человек может просто что-то услышать, а может действительно что-то узнать. Как определить, услышал или узнал? В чем разница? В жизнь водитель. О! Так что если вы говорите, что узнали? Узнали. Ну смотрите. Хорошо. Да, и последний момент. Просто вот об этом нужно сказать именно сейчас, потому что раньше об этом говорить нельзя. Вот до тех пор, пока вы это не знали, с вас были взятки гладко, то есть у вас были требования по минимуму. А вот когда человек об этом всем узнает, о-о-о-о! Требования к нему резко повышаются. Совершенно верно. Вот так вот. Вопрос. Скажите, пожалуйста, Бог совсем у вас не обижается, но у него все-таки есть. Нет, Бог — Личность. Есть то, что ему не нравится, то, что ему не нравится. И он может как бы даже и обидеться. Но это знаете, как родители могут обидеться на ребенка. Они даже если обижаются на него, могут даже в угол поставить, да? Но они при этом не перестают любить. Просто они понимают. Я, конечно, обиделся, но я все равно сделаю для него то, что ему будет полезно. Потому что, когда родители обижаются на ребенка, они ведь могут по-разному, да, до себя привести. Они могут просто, ну, зверски избить его, в конце концов, да? начать морить голодом, еще что-то такое сделать. Но нормальные родители этого не делают. То есть они не делают то, что им бы даже вот это вот чувство мести, да, позволило бы как-то удовлетворить. Они же этого не делают? Нет. Когда они чувствуют, что ребенок их обижает, они понимают, надо сделать так, чтобы он понял, что так делать нельзя. Они его учат. Так же и с Богом. Есть вещи, которые ему не нравятся. Есть такие вещи. И он показывает, в принципе, эту человеку. Дальше всего, от человека зависит. Он может услышать, может не услышать. Его глупо. Но Бог никогда не перестанет его любить в тех, в тех, в тех, в тех. Можно еще раз. Вот когда Бог учит человека, да, он, естественно, не учит из каких-то любезнений. Когда человек по отношению к безумностям к Богу ведет, это от чего так? И не в округе проводит, а какие силы тогда уполагает? Вот тут есть один нюанс. С одной, здесь просто, вот в этом вопросе, что когда кто-то по отношению к нам ведет себя плохо, это Бог или это не Бог? Или это просто он, он, Слово же, как бы человек, как на это реагировать? Здесь вот эта вот часть схемы работает. То есть в данном случае это вот такое вот, как бы, опосредованное влияние. С одной стороны, это, можно сказать, что это просто карма так влияет. То есть так не бывает, чтобы человек ни с того, ни с сего плохо к нам начал относиться. Вот в ведической науке, в ведическом знании говорится, что так нужно быть только по одной причине. Что я когда-то по-свински к этому человеку поступил по отношению к нему, а сейчас мне это просто вернулось. Карма. Как аукнется, так и откликнется. Если сейчас, короче, все справедливо. Ребята, да, вот я понимаю, что с этим трудно смириться, потому что, если как бы не все справедливо, тогда все понятно, это просто ум с помощью. А если все справедливо, ну, значит, я когда-то таки уже был, да, сейчас просто это ко мне вернулось. Вот тут есть один маленький нюанс. Да, все справедливо, это просто закон кармы. Но почему закон кармы именно таков? А вот здесь как раз проявляется влияние Бога от посредства. Этот Бог, законы кармы устроил именно таким образом, да, что где все возвращается, где все, закон воздаяния, да, он устроил это таким образом, чтобы мы поняли, что вот это место, оно вообще для нас неподходящее. Тот же самый у Шилл Роббада, который в комментариях Бога Дмитлеса, он дал четкое определение, мир это не место для настоящих, для этих джентльменов. То есть законы кармы, да, они в конце концов исподавать, как бы, очень-очень мягко, но они даже не то, что подталкивают, они просто намекают. Слушай, ну тебе вот это надо? Да, тебе как бы, тебе еще вот эти вот барахтания, да, вот-вот, там, да ты, а ты кто такой? Да ты сам кто такой, да? Да ты козел, кто я козел? Да ты на козла не похож-то, да? Тебе вот эти отношения не нададели? Может тебе уже все-таки вот это вот закончится когда-нибудь? Ну это просто по контрасту, то есть вот законы кармы устроены именно таким образом, чтобы когда-нибудь, опять же, может быть, появился шанс, что человеку захочется чего-то настоящего, что ему, может быть, захочется подоплекал законов кармы, именно такая. Я рассказывал уже эту штуку, но она, все, понимаете, вот реально, все справедливо. Такую страшненькую штуку. Вы знаете, как ад устроен? Я на одной из лекций, по-моему, об этом рассказывал, но не грех повторить, что это называется. Знаете, да, как в аду все происходит? Это в ведах тоже описано. Есть такое многотомное произведение, что ему на два года, оно в песнях, по песням, ну это вот традиционное разделение в ведах, то есть песня, песня первая, песня вторая, песня третья. Вот в пятой песне там конкретно описано, как устроены адские планеты. Если интересно, можно почитать, только не на ночь. Там, понимаете, там читаешь, чувствуешь, не могу объяснить никак, но чувствую, что правда. Не придумываю, так вот так есть. Так вот там описано, как все происходит. Ну, простой пример. Допустим, человек любит, ну так, чтобы не совсем уже близко к нашей жизни было, ну эти, как эти, омары. Знаете, да, вот омары, видели в фильмах, какие вот здоровые, омары. Вот, я специально этот пример привожу, потому что это как бы не совсем часто в нашей жизни встречается. чтобы омара съесть, его сначала что нужно сделать? Ну да, сварить. Причем его варят обязательно живым, иначе кайф не тот, вкус не тот, вкус портится. Вот. Какой принцип нарушается в данном случае? Не убей, да, не насилие. Вот. И допустим, человек за всю жизнь съедает, ну там, я не знаю, ну 100, 200, сколько там, ну допустим, омаров, да, или 60, не важно. Он умирает и попадает в вар. Ну почему вар? Потому что, ну извини, набедокурил, да, причинил боль другому живому существу. Извольно отвечать. Вот дальше как? Как, как спрашивается сделать так, чтобы человек почувствовал, ну, аналогично, там все очень четко, до деталей, чтобы он лишней боли не почувствовал. Вот ровно столько, сколько чувствовали эти омары несчастные. Человеку дается особое тело, ну подходящее для того, чтобы он это, ну или как вот, казнь, вот там, грешник в котелке, вот такие пящие, вообще, да, и даже, значит, победитель адских планет, это, кстати, тот же самый Немараш, да, бог смерти, он, он не садист, он не, не знаю, кто там, не извращенец, никакой, ничего подобного. На самом деле, он математик, учебник, да, очень тщательно читает, и он пересчитывает, то есть у него есть такая таблица специальная, поправочные коэффициенты называются, он пересчитывает, каков поправочный коэффициент, сколько страданий должна получить душа вот в этом теле, чтобы испытать ровно столько же боли, сколько испытали те 60 Амаров, которые из-за него заживо сувили. И вот сколько вот положено испытать, вот сколько он испытает, ни больше, ни меньше, тика в тику, идеальный расчет. Мол, математик, безупречный. И так же со всем. Закон кармы таков, что посеешь, что посеешь. Сколько боли, сколько беспокоя, сколько страданий ты причинил другим живым существам, неважно, осознанно или неосознанно. Например, нищий просит, нападает, дай денег, да, если дадите ему денег, а он из-за этого напьется и кого-то убьет, вы не имели это в виду, но вы будете за это отвечать. Потому что, что, где, когда. пожертвования тоже надо уметь делать. Что жертвовать, кому жертвовать, какое время жертвовать. То есть, это правильная вещь, это все надо знать. Это все мелочи, нюансы, но из них слагается наша жизнь. И лучше, естественным образом, это знать, чтобы потом не было мучительно боль, в прямом смысле. Но мы же не знаем, какому человеку мы подаем. Интересный вопрос. Интересный вопрос. Вы не знаете, кому вы подаете? А кто тогда, может быть, озаботится тем, чтобы найти такого человека, которому правильно подавать? Но если просят, ну как? Если человек, без ногу, где-нибудь переходник. Поэтому надо знать, что, кому, когда. Это не значит, что теперь нищем, уйди, а то вдруг ты там напьешься, а мне потом из-за тебя отвечать, да? Нет. Может, ему просто накормить? Да. Вот у меня, например, попросил, а там человек, он уходит, он уходит, он уходит, он уходит, он уходит, он уходит, дайте денег, я пошла, купила, улочек. Да, совершенно верно. А если он говорит, дай ученик, денег дай, там уже все понятно. Значит, не голодный. Совершенно верно. Простые вещи. В православии есть такое очень важное правило. Милостыня должна замотеть в твоей руке. Вот эта монетка, да? То есть смотри, как удаешь. Это не так просто. С другой стороны, не надо думать, что, как бы тоже, вот, мне предложили, давайте вот тему гордости мы, наверное, все-таки на следующий раз уже принесем. Хорошо? Чтобы уже не комкать ее сейчас там. Полноценно. Просто еще немножко вот в этой схеме поработаем, да? То есть не надо думать, что любовь к Богу это что-то, что можно купить вот здесь вот за материальное. Смотрите, вот эта связка, она никак не связана с материей. Любовь к Богу невозможно купить за деньги. Есть такая, опять же, известная шутка. Ну, в каждой шутке есть доля шутки, и все остальное правдит. Однажды к богатому человеку пришел священник и сказал, знаете, нужно денег. Ну, там вот церковь починит, по словам, крыша протекает, нужно починить. И богатый говорит, да, без проблем, купить своего человека, дает. Спустя какое-то время священник опять приходит, говорит, вот, вы знаете, опять нужны деньги, там, вот, прихожан кто-то болеет, нужно ему на лекарства. Без проблем, дает деньги, и все. И так несколько раз повторяется, на одно, на другое, на третье. И в какой-то момент бизнесмен помирает. Значит, помирает, и попадает в ахт, ему бегут, черти хватает, вилами, так что-то, э, вы что кричите, я же столько денег жертвовал, а деньги мы вам вернем. Вот, то есть, за деньги любовь не купишь. Вот, характеристика любви есть корыстье. Вы вспомните это. Скажите, вот, вспомните, ваш, вот, человек, которого, вот, любили, по-настоящему. Да? Вот, действительно, любовь, настоящая, вот, максимум, да, что было. Скажите, что вам нужно было от этого человека? Ничего. Лишь бы, лишь бы ты был счастлив, совершенно не счастлив. Вот именно это, любовь, и именно этот принцип работает здесь. Богу ничего не нужно от человека, чтобы нам было хорошо. Но тут есть одна очень маленькая, наверное, ну, не очень маленькая загадка. Иногда люди просят Бога. Мы эту тему недавно обсуждали, как бы на одной из лекций, ну, так, повтори, те, кто слушал, любопытно будет повторить. Вы слышите это еще раз. Люди иногда думают, Господи, ну, помоги мне, ну, дай счастье, дай счастье. Бывало такое? Нормально. Это нормально. Вот. Но есть вот такой подвох. Бог реально дает счастье. Знаете, в чем сложность? Он гораздо лучше нас знать, что такое настоящее счастье. У нас разное понимание с ним счастье. Да. Как говорится, у Бога чувство юмора замечательное. Это у нас его иногда не хватает. Бог дает человеку именно то, в чем он на самом деле нуждается. А в чем нуждается человек по-настоящему? В том, что пробуждает его природу души. В том, что пробуждает его природу души. Помогает вспомнить. Иногда помочь вспомнить о душе, это значит дать денег. А иногда значит забрать их. Иногда это значит дать здоровье. А иногда значит дать болезнь. Господь дает именно то, что помогает нам ощутить, вспомнить, восстановить вот эту нашу естественную природную склонность. то вспомнить, кто же я такой на самом деле. Говорится, мы все об этом забыли. Все, кто находится в материальном мире, просто забыли о том, что значит жить на настоящем. Как это жить, когда в жизни нет ничего, кроме вечности? То есть, когда я знаю, что это никогда не закончится. Вот эта любовь не закончится никогда. В эти отношения, они по-большому счету, единственное, в которое, ну вот, прямо стоит вкладываться, потому что они никогда не обманут. Все остальные рано или поздно закончатся. Это не значит, что не надо любить тех, кто рядом с нами, не надо любить животных, растения, природу, кровь, бываться, закатами. Нет. Нужно всегда помнить, что эти отношения, они закончатся. Нельзя на них делать ставку. Если вы на них делаете ставку, рано или поздно вам предстоит разочароваться. Но если вы делаете ставку на эти отношения, они не обманут вас никогда. Знание. Знание о том, что мне делать для того, чтобы эта любовь становилась сильнее. То есть, в Вене говорится, что настоящее знание – это только такое. Знание о том, как чистить зубы, да, во сколько вставать, там, что есть, что не есть, там, какая диета, там, аюрведа и все такое. Это важное знание. Но не самое. Самое важное знание – это о том, как же мне снова начать ощущать любовь. Настоящую любовь. Чем настоящая любовь отличается от материальной, от приходящей? Не просто, я вам больше скажу. Эта любовь, во-первых, вечная, она никогда не заканчивается. Во-вторых, она всегда возрастает, она всегда увеличивается. Представляете, каждый день любовь еще со мной была. И счастье от этой любви еще со мной. И каждый день она обновляется, она никогда не надоедает. Как вот такая любовь, вы хотите? Мощная штука. Так вот, знание, настоящее знание, именно об этом. И блаженство – это тоже блаженство в отношениях. Не блаженство, когда я забился в угол, там, дверь на замок, да, окна закрыл, там, топор под подушку, сигнализация, тревожная кнопка и… Отпустило, да, можно расслабиться. Это ничто, нет. Блаженство – это плюс, это именно позитивные эмоции, ощущения. Вот это настоящее знание – это именно об этом. Вот. Вопросы? Все понятно. Я, ну, уже я тогда спрошу, ладно? Вот это вообще все, ну, как бы, это нужно вообще? Об этом нужно говорить? Имеет это смысл? Потому что, может быть, нет. Я говорю о том, что интересно мне, простите. Спасибо. Нормально, хорошо. Что еще? Какие еще есть вопросы? Может быть, что-то, какая-то тема, которую я хотел бы обсудить. Нет, может, все-таки, когда, например, люди вам делают лоха, да? Да. Через них кто действует? С одной стороны, вот вы говорите, здесь два правильных ответа. Да. С одной стороны, это мы сами получаем, кто заслуживает. С другой стороны, если вот как бы, ну, чуть на более высокой суставе посмотреть, это действительно проявление воли Бога. А вы вспомните, в любом Священном Писании обязательно эта штука такая вот, противная штука, вот эта присутствует, да? Что вы любите не только тех, кто вам вот с подарочками, там, да, вот, вот эти косеньки, да? Тетюшки-мирешки. Любите не только их, да? А любите, кто еще говорит, что там вообще расстелся, ну-ка, быстро встал, пошел, вообще, что там, ты на кого наехал, да? Знаете, вот их тоже надо любить, представляете? Ну, что, я понимаю, что противно, да, или хочется, но вот, 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 вот оттуда, да, вот так. И вот это будет, например, человек длится, это проявление в него Бога. Конечно, человек, да. Только мне нужно это понять, что дело не в его злости, да? А дело в том, что он мне показывает, что во мне самом, я когда-то вот так же на него реагировал. Понимаете, другой человек, это всегда просто зеркало, по-другому не бывает. Закон кармы, так говорит. Если ко мне так относятся, значит, просто это во мне есть. Это единственная причина, почему ко мне это посылают. Если бы во мне этого не было, то мне не надо было бы это показывать. То есть, Бог, он, как бы, лишнего не покажет ничего. Он устроил закон кармы, что там все четко, вот, чики-чики, без погрешности, без хвостиков, да, без осталков. Если как мир, вот, как мир ко мне относится, да, вот, это диагностический, как бы, признак, это означает, вот, это есть во мне. Я понимаю, что этого не хочется признавать, да, что более того, что, да, нету этого во мне, да, нету. Вот потому и посылают, что я этого не замечаю. Как правило, те, кто действительно хотел, ну, вот, это желание работать над собой, тот человек, который действительно понял, что работать над собой нужно, потому что работа над собой, это единственный путь вот сюда. Пожалуйста, вот эту вещь поймите. Работа над другими... Каждый по этому пути проходит сам. А работа над другими, я же ради блага, да, называется причинение добра, по сличной степени тяжести. Другая поговорка, благими намерениями, понятно, да. Давай, вот, веды всегда этот акцент очень четко выдерживают. Они говорят, ребята, в первую очередь работайте над собой. Сможете помочь себе, сможете помочь другим. Но если вы говорите, ребята, любовь к Богу, это так замечательно, это такая радость, это божество, это всегда что-то новое, понимаете, это не сработает. Если вы действительно хотите донести что-то хорошее, сначала вы в своем сердце должны отучить, значит, это не сработает. Ну, конечно, в какой-то теории что-то там можно на начальных этапах, но по большому счету нет. Хочешь помочь другому, сначала помоги себе. Спасибо. Это знаете, как в аэрофлоте, ну, на самолетах, да, когда стюардессы записывают правила поведения в практических ситуациях. Знаете, да, когда идти кислородной маской? Они что говорят родителям? Сначала надейте маску себе, потом ребенку. Потому что если вы начнете надевать ребенку, да, да, и вы сначала сами потеряете сознание, а потом он потеряет сознание. Это правильно. Это не эгоизм в данном случае. Это просто реальное положение вещей. Невозможно убедить человека, если вы сами в это не верите. Вы вспомните, кто оставил величайший след в истории? Люди, которые очень сильно верили. Верили их в смысле, что... Особенно, да, это вот как раз, Христос, Мухаммед, Будда, да, вот все эти личности. Потому что у них эта любовь была. У них было действительно то, о чем мечтают все люди. Именно поэтому их проповедь она никого не оставляла. Потому что кто-то пугался, он мог начать ненавидеть, да, кто-то привлекался, начинал. Это по-разному бывает, дело не в этом. Но именно потому, что в их сердце горел этот огонь, они могли зажигать сердца от других. Так же и в нашей жизни. Если мы хотим помочь другим людям... Сначала... Я закончу просто на этом, да, цитатой. Это Ганде сказал. Ганде сказал, ну класс, ну что? Я сам должен стать той переменой, которую я хочу увидеть в других. А думайте, как бы вы хотели изменить жизнь людей вокруг вас. И осуществите эту перемену сначала в своей жизни. Когда получится. Если вопросов больше нет, тогда мы на этом остановимся. Я извиняюсь, не раньше, да, но так получилось. Затем она подошла. Спасибо. Я хочу сказать, что вы замечательные веки. Очень приятно. Сейчас. Я даже не ссотой. Сейчас будет. Да, это очень тщательно. Если вы можете посидеть, задайте вам просто написать два телефона. Мы будем вам же это вот даром. Один, два, шутка. Если можно, пожалуйста, послушайте, что вы сказали. Мы вас приглашаем каждую пятницу в этот зал. И хотели бы узнать у вас ваше, ну как бы, что вам нравится, что вам нравится. Если вы, если кто-то не хочет сказать, что с ним при всех, мы будем вам благодарны. Если вы к войне подойдете к этому члену команды и скажете, что бы вы хотели от нас. Для того, чтобы вы к нам приходили. Потому что мы очень рады вас видеть каждую пятницу. И знания, которые дают наши вектора, они на самом деле бесценны. Мы будем вам добиться очень благодарны, если вы их будете применять в свою повседневную жизнь. Сейчас будут написаны телефоны. Здесь это Марина, это Дмитрий. Пожалуйста, на этот телефон перенесим карту Сарман. С городского телефона для вас будет звонок безвладно. То есть с любого телефона вы звоните на этот номер. Для вас будет звоночек безвладно. И сейчас Дима вам напишет еще один номер телефона. Пожалуйста, вы его запишите себе. Вы отправляете со своего телефона слово «Инфо». Вот на этот номер, который сейчас Дмитрий напишет. И вам будет автоматически каждую пятницу приходить смс-ка, либо в четверг. О наше тело нашего занятия. Поэтому, если кто-то хочет, вы можете воспользоваться. Тоже для вас это будет бесплатно. А если кому-то уже приходит, то можно будет подойти к нам уже. Вот, 762-035-00. Пишите просто слово «Инфо». И вам автоматически приходите смс-ка о наших занятиях и аренда Геннадьевича Турсунова. Теперь мы хотели вам сказать о том, что члены команды – это как их служение вам. И мы здесь на этом деньги не зарабатываем. Но за аренду этого кабинета мы должны платить. И вот уже на протяжении четырех сезонов у нас цена одна и та же, что студенты-комиссионеры – 30 рублей, а работающие – 50. Если есть у кого-то возможность, мы вам будем признательны и рады, если вы на этот подносик положите денежки. Спасибо вам большое. Мы вас ждем в следующую пятницу.